В Калининградской области студент из Нигерии бросился на помощь тонущей девушке, но сам выбраться из воды уже не смог. Всё дело в опасном течении. Одно из его названий — Тигун. Оно буквально утаскивает от берега. В тот день вместе с женой Натальей просто пришёл полюбоваться закатом. Он первый под пулку топающей девушки, но в какой-то момент Ричарда накрыло волной и стал относить в сторону. Выбраться из опасного течения уже не смог. И он схватил её. Подбежали другие люди. Они схватили её, потому что она была рядом с берегом. Я не хотела, чтобы он уходил, чтобы другие помогли или спасатели пришли, но он не послушал и убежал. Он всегда хорошо плавал? Нормально. Он учился у себя дома в морской академии. Он моряк. Он всегда так. Он для всех всё делал. Ричарда и Наталья продлился всего три месяца. До этого молодые люди два года прожили вместе. По рассказам Натальи, её 26-летний муж изучал в Калининграде русский язык. В этом году он стал студентом первого курса к ГТУ. Должен был изучать информатику. Он любил её жену и других людей. Он говорил, видно, что он всех любил жить. По словам супруги, погибшего тело Ричарда вынесло на берег в ночь на воскресенье. Мужчину опознали по обручанию. Вода с большой скоростью перпендикулярно начинает полосой отходить от берега. Тягун иногда можно увидеть. В этом месте волны словно разрываются, а цвет воды становится темнее или, наоборот, светлее, чем всё вокруг. Не сопротивляться, а просто держаться на воде – основное правило спасения при этом опасном явлении. Ни в коем случае не стоит плыть против течения. Нужно оценить направление потока и постараться грести от него влево или вправо. Тягун на дно, как правило, не тащит и в какой-то момент заканчивается.